Одну руку любую работаете с ладонью, а другой работаете уже предплечья. Если разогрели здесь ребром ладони, то дальше переходим сразу в активную позицию, используя весь наш локоть. Видите сразу, какое максимум воздействие на тело человека. Не знаю, на камеру это будет видно или нет. Сразу поразовел, да? Да. Далее смотрите, чтобы это упражнение перешло в разминание, можно делать вот такой немножко нахлёст. Видите, одна рука поддает массу тела, другая его растирает. Растирание уже переходит в разминку. Видно, да, как идет захват ткани? Да. Создаем валик сами. И тоже так же можно сделать вот с полностью локтем. Вот эти моменты разминания я сейчас показываю все подряд. А на самом деле в процессе всего массажа мы их чередуем и внедряем между всеми другими нашими приемами. Чтобы еще усилить, например, вам не хватило. Лежеточный мощный человек, да? У него грудная клетка вот такая. От стола на 50 сантиметров поднимается. Мышцы, как у быка. Что делать? Используем наши мощные локти, да? Локтевая техника. То есть мы уже не одним локтем, а разминаем двумя локтями. Тем более, вот смотрите, просто трение, мы создаем, грубо говоря, трение, да? Оно может перейти в дальнейшем в так называемые гавайские техники или техники роллинга, когда у нас идет только немножко перекат. Если заметите, я иногда подворачиваю. Сейчас я специально это не делаю, но вы можете уже это включать упражнение. Рука у вас вращается. Она скользит, да, но вот она вращается на движение. Вот такие вкручивания. Особенно это приятно, когда вот на шее. С захватом большой топицевидной вот этой мужести, да? Вот практически, видите, я ее захватываю, а вторую руку помогаю. То есть ловите себя, где вы до куда-то дошли, например, до ягодицы, да, и вот вторую руку помогаем, а теперь продолжаем ввинчиваться. Или дошли до сюда, да? Можно под таким углом. А вторую руку помогаем, чтобы создавался вот этот валик. Видно, да? Валик создается, а мы ввинчиваемся вот так вот. И получается мягкое действие, прокатывается рука, и человек не испытывает боли. Вот мы сейчас дошли до окончания разминания. Давайте попробуем. Здесь у нас есть еще вторая половинка у Максима. Экономить надо. Кто согласен? Начать на Максиме. Давай. Давай. Да, Маша, да? Потому что Татьяна у нас более-менее... Да, Татьяна это на стадии узнает. Подтверждается. Давай возьмем тебе сюда масло. А, как она знает, я положу и сделаю кое-что. Еще можно пару пастыней? У тебя что-нибудь есть? Нет, у меня нету этих подалочек, я уже не знаю, души, ничего нет. Рассказывая про арсенал массажиста, я забыл сказать, что вот флакончики обязательно должны быть, простыни должны быть обязательно. Обязательно должны быть салфетки, чтобы вытереть лишнее масло. Или влажные салфетки. Это тоже некоторые атрибуты, которые бывают, что человек-массажист ездит с большими сумками. Когда он большую ответственность имеет. Да. Это некоторая Татьяна-профессия, но иногда бывает... Так, ты сразу начинаешь вот этими, а ладонями, стежки. Я сделала уже. Покажи, как ты сделала. Как у нас с поглаживанием, все было в порядке? А поглаживание как ты сделала? Еще есть один такой нюанс. Не совсем все в порядке. Ты больше используешь пальцы, они все устанут. Честно по-женски так, да? Старайся целиком ладонями. Вот как бы раз, хватило, и броску дадут, введей. Все-таки кое-какой медицинский аспект у нас должен быть. Прежде чем начать работу, смотришь на состояние человека и спрашиваешь, какое обычное у него давление. Если есть тонометр, еще лучше до того, как его замерить. Ну, если молодой, интересный. Мужчина, несмотря на это, у него бывает повышенное и пониженное давление. Поэтому движения, первые же поглаживания, они будут тоже отличаться. Если у человека чуть-чуть повышенное давление, во время массажа он еще может больше повыситься. Поэтому лучше оттоком, начиная от поглаживания от шеи вниз. Если оно пониженное или нормальное, можно в разных положениях делать. Или лучше притоком в голове, чтобы он не чувствовал. Да, да. Обычно человек знает, какое у него давление. Даже в 22 года будет повышенное давление. Если не знает, какое у него давление, это нормально. Вы можете работать в разных направлениях. Чаще всего процентов 90 или 80 с человеком все нормально. Поэтому, когда мы ведем вверх, мы повышаем давление. Почему? Я уже говорил. Приток. Не лимфы, а кровь. Кровь идет сюда и наклынивает внутри черепной крови. Поэтому можно даже понизить давление. Если что-то повышенное, понизить. Те же самые движения сделаем просто в эту сторону. О, наконец-то я на массаже. Так, давай. Я тебя буду раздевать. Медленно. Хорошо. Боже, как же я накайфала. Так, 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 переходи к более таким энергичным техникам. Смотри, если он, конечно, после упали, можно так делать. Но я показываю как. Я показываю более быстро. Вот, смотри. Смотри. Не бойся, не бойся, Максим, расслабляйся. Нет. Прикольно. Прикольно. Вот. Потом здесь, смотри. Раз тяжелка, два стяжелка. Три. Это практически как утюг. Ты сама противишься в теплоту. Потом резкие движения вот такие. Это практически зарядка и для тебя, и для него. Вот. Еще я забыл показать, когда идет захват целиком всего корпуса. Вот, все ладони. Не смотри. Я люблю нас дальше ощущать. Видишь? Нет, нет. Нет, нет. Мягкое. Идет. Опять огромная волна крови идет у нас отсюда, сюда к шее. Да? Чтобы усилить движение второй рукой. Продавить. Как это вы почувствуете? Ну, по телу. Вот. Не хватило? Нет. Еще забоку можешь попротить. А, до чего-то, наверное, больше. Вот. Ну-ка, попробуй. По физиологу. Иди. Попробуй лебром сейчас. Вот. Так, да. Еще небольшой нюанс. Ну, наферон знает. По позвоночнику даже такие легкие движения не видим никогда. Ни в коем случае на позвоночник практически мы не воздействуем. А мы делаем, знаешь, как? Вот, видишь, валик мышечный. И вот позвоночник. Мы стараемся внедриться между ними. Вот. То есть, ребра ладони идет между ним. Глубоко проникая вот туда практически до ребер. Да, можно, можно и по валику проняйтесь. А если сильно растирает позвоночник? Ничего страшного, в принципе, не было. У здорового человека ничего не было страшного. Он очень сильно мне позвоночник, которого я растирала. Все должно быть относительно. Ну, вот как мануальчик. Танюша, вот видишь, что я делаю? Да. А теперь представь себе, что песню сразу я прикоснулась к моему телу. Как пока была кряпция, да? То есть, у меня против прохладных. Сейчас мы покажем вам сразу двух мастеров. Это будет еще интереснее. Поглаживающие, расслабляющие действия. Да и тоже так делайте, а там слушайте. Я начинаю процедуру. То есть, подготавливаю организм к тому, что мы будем, конечно, с ними работать. Нет, здесь мы это уже сделаем. Мы просто сейчас разбили участок только до ягодиц. От головы до ягодиц. Даже не от головы, а от шеи до ягодиц. Давай, давай. Теперь еще активнее. Вот ты можешь прямо резкие движения делать? Так, понятно. У тебя стойка неправильная. Татьяна, как мы сейчас про стойку поговорим или потом? Естественно, если человек становится, он должен подойти. Там просто я хотела отдельно как упражнение показать. Ну, давайте, смотри. Во-первых, шире ноги ставишь. Нет, шире, чем печи. Шире. Особенно эта разница влияет от уровня стола. Для меня стол высокий, я становлюсь еще шире. Вот так. Теперь смотри, твои движения, они такие вот, если ты фронтально работаешь, они вот такие вот покачивающиеся, с коленки на коленку. Вот смотришь, я сейчас делаю. Олег, разговаривай. С доворотом, видишь? Как? Потом доворачиваешься. Чтобы было удобно на всех направлениях, на всех направлениях. Можно встать, еще смотри, как еще лучше будет, когда у тебя одна нога практически перетекулярно другой. Стоп. Видите? Когда у тебя работаешь, ты всем корпусом, тебе будет легче, и движения у тебя будут шире, и они будут идти уже не от твоего локтя или плеча, да, а на там все равно масло не смешано, так же нормально, хорошее масло. И самая мощность, энергия будет тогда, когда твое движение будет идти от пятки противоположной. Вот смотри, видишь? Я практически от пятки, практически вот так делаю движение. Теперь в тело, да, и как бы, да, ты в него врезаешься в тело, врезайся. Извините, я тебе поставлю ногу, давай чуть назад. Назад, мне сюда, 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 сюда. А это на колено, да. Ну-ка. Умница, вот вижу, движения другие стали. Ты сама силу почувствовала? Ну, да. Давай еще. Теперь ты можешь бедром качнуть, попробуй от бедра вот так вот. Вот, вот, давай, еще, да. Вот и смотри, и цвет уже появился другой. Видишь? Так, теперь переходи к утяжеляющим техникам. Одну ладонь на другую можно положить, при любом движении, да, можно и при этом. Стоп. Сейчас такое ощущение, что соскальзывает. Соскальзывает, да. У тебя вот эта рука соскальзывает. Почему? Потому что у тебя пальцы вперед ведут, они слабенькие. Возьми вот этой рукой захватывай, смотри, вот так. Ты чувствуешь объем его тела, а эту руку сверху. Угу. Как-то. От поясницы мы двигаемся вот туда, к ключицам как-то, да? Да. И второй способ, мы двигаемся от поясницы и вот сюда по плечам восходимся, как-то на плече заканчивается. И тот, и тот способ правильный. Скажу, хороший спинциал. Давай, делай. И как это? Можно выбирать любую или чередовать? Ну, она точно так делает. Можно выбирать, ну, я обычно чередую. Грубо говоря, у меня на операционную разминку уходит минуты две максимума. Это сейчас мы учимся, понятно, что будет, да? Опять ты пальцами идешь вверх. Смотри. Нет, вот эта рука. Эта рука у тебя идет от бедра. Понимаешь, почему эта рука? Во-первых, от бедра, во-вторых, захват, смотри, Коля. Пальцы вместе, вот, захватила. А вторую руку, ты просто утяжеляешь ее. Ну, у меня очень, ну, как бы, я тоже хватила. Вот, да. Дивидуально. А теперь иди сюда. Ключица. И тут, может, делать, понимаешь, заходят немножко у нас. У меня там первый день в год. И мы начинаем разминать пропиционизм вот эту мышцу, да. Имицей. Так, дальше я что показывал? Растирание, энергичное растирание. Давай, как вы можете делать? Поглажем, нас выжимаем. Вообще, смотри. Подождите, подождите. Смотри, давай начнем с того, что. Я начал с какой-то части тела, с противоположной. Ну, да. От того, где я стою. Значит, ты должен стоять где? Ты должен стоять здесь. Да. Переходи. Нет, ничего страшного в этом. Нету, что с этой стороны стоишь. Хорошо, куда-то, да. Ну, так удобнее, да. Так удобнее для тебя. Прямо это самое. И так, ты меньше энергии тратишь, да. У меня этого не хватало. Просто, знаете, как. Растирание. 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 Растирание, да? Да. Я так. Да, да, вот так. Что ты спросил? Я только как бы сначала начали, да? Нет. Нет? Нет. Нет, нет, мы не сначала, мы перешли к другой технике, к растиранию. А, тебя уже не видно, да? Ну, сейчас мы тебе покажем. Нет, я так примерно по ощущениям понимаю, но не факт, что все. Сейчас более глубокая техника. Помнишь, как про мышцы говорили? Стой, 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 стой. Ты все время ведешь по диагонали, да. А надо, да. Надо смотреть. Здесь вот по этому конусу, потому что мышцы все вот так. А тут вот так, да, и практически фронтально двигаешься. И ягодицы захватываю тоже. Один, два раза. Ягодицы можно в эту сторону. Вверх нельзя. Мышцы на ягодице ходят вот так, вот так вот. Поэтому лучше, конечно, в эту сторону, но можно и поперек мыть, да, на случай. Ничего страшного. Молодец. А лисичка, что вы делаете? Давай, давай, ягодицы чуть-то не стереть. Привет. Не стесняйся. Вот. И обращай внимание. А лисичка, что вы делаете? Сейчас ты, Маша, заметила, с чем ты двигаешь? Плечами. Ты очень больше напряжена. Если целый день ты можешь отработать, а вот это все устанет, это вот эти мышцы у тебя, я сейчас... О, что, трицепсы есть, что ли? А они будут еще больше, как у меня. Тебе это надо? Тебе трицепсы не надо развиваться. Тебе сейчас надо двигаться от таза. Представляете? Тазом задавать себе движение. Ощущение? Да. Многие можно пошли. Да. Такое ощущение. Движения достаточно активно согревающие. Глубокие. Да. Движения несколько хаотичные. Старайся от ядом при другом руке. Рядышком, рядышком. Слышно, ядом. Я не удобен делать то, что ты можешь. Можно подведевать. А теперь, большие? Да. А теперь ты замени их. Вот этот муж просто предложить. Да, вы перекрещиваете. Давай так. Чтобы на камере было видно. Прикладываем в один, если пальцы мешают, прикладываем его к руке. А вот другую руку, чтобы не задевать, да? Мы поворачиваем на либру. Делаем вот так. Это не как бы к руке, а даже выше, вот сюда. Останется выше. Прижимаем. Не мешать тебе не будет. Смотри, еще тут не нарушили нас. Ты стараешься сделать такую лодочку. У тебя получается воздушная подушка. Она не нужна сейчас. Это в другом совершенно другая техника. Старайся все лазонья. Когда доходишь до конца, захватывай и в обратно поле. И в обратную сторону, захватывая мышцу. Видишь? Ладонная, ладонная. Это ребро прямо. А теперь подавай валик мышечный к этой руке, которая... Она у тебя сейчас сильнее. Стой, стой, стой. Стоунь. Смотри, ты продаю. Целенаправленно. Видишь? Пальцами. Вот этими подушечками пальцев. Я не берусь сразу вот так. Не надо перед цельсмом грубо. Ну, хочется только хорошим. Как волну. Ты делаешь волну и заодно, и передашь его на ногу. Заодно, и заодно, и заодно, и передашь его на ногу. Естественно. Разные я смотрю. Есть же время. Сколько шкоп ты получишь. А теперь, Маша, посмотри. Обратите внимание на нашу вторую половинку. Видишь, как можно разогревать еще? Это локальное растирание. Можно делать вредиолую. Можно на крестце. Давай, на кресте. Прям тыльной олилили. Вот эти мускулистые части в ладони. Да-да-да-да-да-да. Вот. Движение...